Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня отвечаю на ваш вопрос. Я выбрал сегодня самый трудный вопрос. Как начать бизнес с нуля? Ответ у меня. Вначале будет мой традиционный ответ. Бизнес с нуля, не смешите меня. Когда вы открываете бизнес, выбираете не просто бизнес, выбираете конкурентов. Сегодня нет ни одной индустрии, где вы были бы одиноки. Везде существуют конкуренты, более или менее. Поэтому мы выбираем не просто бизнес. Поднимая палку за один конец, мы поднимаем и другой конец. Мы выбираем еще и конкурентов. Ваши конкуренты находятся на уровне от нуля до пяти. Три, четыре и пять. И тут вы выходите ноль. Результатом будет Аргентина-Джимайка. Аргентина-Ямайка пять-ноль. Так вот, чтобы открыть бизнес, открывать им нужно не с нуля. Есть три компонента, которые обязательны для открытия бизнеса. Помните, что один из мифов, самых главных мифов, которые нам втирают давным-давно и успешно, чтобы запугать человека, не открыть свой бизнес? То, что предприниматель должен нести риски. Предприниматель должен нести риски. Неправильно. Предприниматель должен зарабатывать деньги. И чтобы их зарабатывать, в первую очередь, его бизнес должен существовать. А для этого он должен минимизировать риски. Ворон Баффетт говорит, правило первое – не потерять деньги. Правило второе. Если сомневаешься, читай правило первое. Так вот, есть три вещи, которые помогут вам минимизировать риски и начать бизнес не с нуля, а как минимум хотя бы середины уровня ваших конкурентов. Первое. Вы должны обладать вкусом в том бизнесе, в который вы входите. Вкус – это количество вкусовых сосочков у вас на языке. Есть люди, которые пьют вино за 300 рублей, за 3000 рублей и за 3000 долларов, и не чувствуют разницы. Винный бизнес – не для них это точно. Есть люди, которые обладают уникальным вкусом. Так вот, в бизнес, в который вы входите, вы должны обладать в нем уникальным вкусом. Я знаю людей, которые работают в ювелирном бизнесе. Я поражаюсь. Это мужчины. У них такой тонкий вкус к украшениям. Причем у них вкус этот был еще до входа в этот бизнес. Первое. Вкус – обязательная вещь. Вкус – это уже не ноль. Он гарантирует, что вы уже на уровне 3-4. А если у вас такой уникальный, глубокий, даже может быть на уровне 5, отличает вас от конкурентов. Вторая вещь, которая у вас должна быть, чтобы вы не начали бизнес с нуля – это команда. По-английски «конкуренция», то, на что мы выходим, звучит «компетишн». Компетишн – конкуренция, и «компетишн» – соревнование – это одно и то же слово в английском языке. Так вот, бизнес – это соревнование команд. Если у вас команды нет, или вы думаете, я один сейчас все сделаю, вы проиграете. Вам нужна сильная команда. Команду нужно уметь набрать. У вас нет команды, которая продвигает ваш сайт. Нет команды, которая будет его обновлять. У вас нет команды, которая будет решать вам технические вопросы. Команды продавцов. Вы не можете открывать бизнес с нуля. Вам нужно открыться, так, чтобы бизнес ваш существовал. И третья вещь. Почему так принято? Влезть в какие-то долги. Открыть и посмотреть. А будут люди покупать, либо не будут покупать? В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, можно узнать, нужен ваш товар, либо услуга людям, либо он им не нужен. Поэтому вас должны ждать ожидающие клиенты открытия вашего бизнеса. Если у вас нет ни вкуса, ни команды, ни клиентов, ожидающих вашего бизнеса, вы действительно открываетесь с нуля. А бизнес, открытый с нуля, заканчивается нулем. Он просто обычно закрывается. Ни в коем случае не открывайте бизнес с нуля. Подготовьтесь. Мы живем не в 90-х годах, когда любой бизнес открывался и работал. Забудьте про мотивацию. Мотивация в бизнесе абсолютно ненужная вещь. В бизнесе нужна есть объективация. Нужно быть объективным, в первую очередь. Объективность – это правило номер один. Если кто-то из вас хотя бы раз работал на бирже, либо инвестировал на бирже, вы знаете, что мотивация на бирже имеет очень негативные последствия. Я сейчас заработаю, вы бросаете свои деньги, а деньги ваши упали. Почему? Потому что вы не проделали нужные исследования. То же самое в бизнесе. Бизнес – это очень серьезная вещь. Это не разговор с друзьями в баре. Это серьезная дисциплина. Это искусство и наука одновременно. Поэтому не начинайте бизнес с нуля. Подготовьтесь. В бизнесе нужно зарабатывать деньги. Минимизируйте риски. Я скажу вам сейчас еще одну вещь. Три стадии открытия собственного бизнеса. Давайте к ней подойдем еще одну интересную вещь. Есть три модели. Сегодня я вам настоящие много ценных вещей в этом видео. Три модели открытия бизнеса. Старая модель, новая модель и суперновая модель. Старая модель открыть ресторан, ларюк шаурмы или агентство по продаже туров. Все эти бизнесы уже практически не работают. Почему? Во-первых, половина ресторанов убыточные. И они держатся владельцами только потому, что приглашают своих друзей. У меня есть мой ресторан. Давайте обсудим здесь наши новые сделки. Только если у вас есть огромное количество разных других бизнесов, можете позволить себе открыть ресторан, чтобы обладать тем уровнем престижа, наделять. Ресторан открытый, даже успешный. В течение года он еще успешен. Ресторан это очень модное место. В течение года он моден, его посещают разные люди. Потом мода проходит и люди вместе с модой ушли в другие рестораны. Даже если он успешный, чтобы в редких случаях он успешен в короткое время. Потом люди уходят. Ларюк шаурмы. Ответьте себе на простой вопрос и мне тоже. Если ваш ларюк успешен, скажем так, вы нашли хорошее место на вокзале, шаурма там всем нужна и вы зарабатываете что мешает вашему конкуренту открыться рядом с вами? Там появляется два, а то и три лайка. Ваша прибыль быстро размывается. Все старые модели они связаны либо с очень высокой конкуренцией, либо с сильным размытием вашей прибыли. Из-за этой же самой конкуренции агентство по продаже туров. Во-первых, сейчас это самый неэффективный бизнес. Это было видно. Это было прогнозируемо. Агентство по продаже туров. Вы перепродаете. Конкуренция на уровне цены. Бывает ваша прибыль до такого мизера, что просто никого не остается. Даже конкурентов в этом бизнесе не остается. Итак, это была старая модель. Есть новая модель. Новая модель это создать веб-сайт. Как же это модно? У нас будет веб-сайт. Мы будем продавать в интернете. Мы новые люди. Как это делается? Лет пять еще назад открылись курсы. Курсы, где молодых ребят обучают, как делать сайты и продавать с них рекламу. Вы пишете хорошие статьи. Статьи замечаются поисковыми системами Яндексом либо Гуглом. И они нагоняют на вас трафик. Трафик это люди, которые кликают на разные места на вашем сайте. И каждый клик стоит вам денег. Вы зарабатываете на продаже рекламы сайта. Как это было мудро? Это было мудро, пока всех этому не научили. Сегодня этим занимаются все, кому не лень. Если раньше на этом можно было зарабатывать 50-100 тысяч рублей в месяц, сегодня считалось пассивный доход. Это не пассивный доход, когда ты горбатишь над своим сайтом около 6 часов каждый день. Очень даже активный. Сегодня люди зарабатывают 15, 30, 50 тысяч. Кто зарабатывает 100, это выдающийся гений, но он их реально зарабатывает. Он там работает. Если бы все это время вложил бы в другое место и в другую индустрию, он бы еще больше бы зарабатывал. Поэтому иллюзия пассивного дохода должна пройти с самого начала вместе с этим заработком. Поэтому новые источники дохода в виде этого веб-сайта уже тоже не работают. Еще один из новая модель. Вы открываете ваш собственный бизнес, продаете товары либо услуги и размещаете вашу рекламу на Яндекс.Директе. Яндекс.Директ обладает уникальным свойством. Кто перебивает вас по цене становится выше в этом Яндекс.Директе. Поэтому вся ваша прибыль будет уходить на рекламу. Рано или поздно ваши конкуренты наводнят всю эту поисковую выдачу и вы не сможете там ничего продавать. Будете продавать или в убыток себе, или с минимальнейшей прибылью. Новые способы открытия бизнеса уже становятся сегодня старыми. И есть суперновый способ открытия бизнеса. Он заключается... Знаете, как нас раньше обучали. Сделайте что-то полезное для вашей аудитории, полезное для пользователей. Что это может быть? Ну, тот же самый веб-сайт полезен людям. Вы можете продать рекламу. Если ваш ларек по продаже шурмы полезный, вы будете на нем зарабатывать деньги. Знаете, что? И ларьки закрывались, и сайты сейчас уже вестят без посетителей. Рестораны закрываются. Потому что польза это уже очень низкий стандарт. Сегодня нужно не просто пользу нести для людей, а нужно позволить им себя использовать. Так делает Макдональдс. Задумайтесь, почему Макдональдс это сегодня бесплатный туалет, бесплатный Wi-Fi и место, где можно поработать? Потому что Макдональдс знает, что нужно не просто нести пользу и кормить людей гамбургерами, нужно дать им себя использовать. Facebook отличный веб-сайт. Но заходим туда из-за Facebook? Нет, потому что мы там общаемся с друзьями, мы там получим интересные какие-то ссылки и получим огромное количество положительных эмоций. Почему? Потому что мы используем Facebook в своих целях. Вы смотрите мои видео, и в моих видео я рассказываю много очень полезных вещей. Люди читают полезные видео. Многие из тех, кто смотрит эти видео, облачают их в жизни, получают огромнейшую пользу. Люди фактически используют то, что я делаю. Знаю ли я об этом? Знаю. И я это все отдаю, все больше и больше и больше. Пожалуйста, используйте. Потому что чем больше людей используют меня, тем больше прибыли я получаю. Люди хотят большего, приходят на мои тренинги, и они знают, что там они получают гораздо большее, чем в этих видео. Поэтому, когда вас используют, ваш бизнес выходит в суперновую модель и становятся ультраприбыльным и свободным от конкуренции. Идея заключается в следующем. Вы должны не просто сейчас быть полезным аудиторией, а создать шумиху вокруг себя. Шумиха создается, если вас используют. Ну, давайте еще одну вещь обсудим. Это три этапа открытия своего бизнеса с нуля, как люди любят говорить. Этап первый. Вы должны быть уверены в вашем таланте. У вас должны быть вот те вот вкусовые сосочки, о которых я рассказывал, в нем уверены. Как это уверены? Люди думают открывать бизнес, не открывать, увольняться, заработать, не увольняться. Если вы сомневаетесь, вы думаете, вы уже не уверены. Все успешные бизнесы открылись, у человека даже не было вариантов. Он просто шел, он делал, он даже не думал, что получится дальше. Это было проявление уверенности. Первое. Вы должны быть уверены в вашем таланте. Второй этап открытия своего бизнеса с нуля. Вы должны брать деньги за ваш талант. И я подчеркну, не сначала вы его разовьете, и потом вам будут платить деньги. Нет. Вы берете деньги за ваш талант с самого начала, потому что бизнес это способ, как вы заработаете деньги. Если вы будете вечно откладывать заработок на потом, вы так никогда не научитесь их зарабатывать. Более того, ваши клиенты, которые вам заплатили деньги, они с вас все соки выжмут. Они научат вас так сильно развиваться и так сильно используют ваш талант, что без клиентов ваш прогресс будет в разы медленнее. Поэтому подчеркиваю, как только вы уверены в вашем таланте, и вы открываете ваш бизнес, берите за него деньги, за ваш талант. Это максимально быстрый способ развития. И третье, последняя стадия бизнеса, открытая вас с нуля, это ваш бизнес начинает мутировать. Что происходит? Оказывается, красные квадратики, которые вы изначально выпускали, никому были не нужны. Вы меняете их на красные кружочки, и кружочки никому не нужны. И кружочки становятся желтыми, желтые уже кому-то нужны. Потом вы превращаете желтые кружочки в желтые параллелограммы, и параллелограммы сметают с полок, или ваши услуги все на себя заказывать. Так вот, в самом начале, когда вы что-то производите, вы выводите ваш товар либо услугу на рынок, она еще никому не нужна. С вашим талантом, со всем вашим взятием денег никому не нужно. И ваш бизнес начинает мутировать. И вот последняя стадия, самые успешные мутации, вот тогда вы начинаете зарабатывать деньги. Посмотрите, Steve Jobs, его компания Apple, что они продали сначала? Макинтош? Макинтош был успешен, довольно-таки. Но это не то, что сделало Apple имя, не то, что заработало им деньги. Apple стал Apple, самая дорогая компания сегодня по капитализации в мире, потому что производит айфоны. Вы понимаете, что айфон сегодня и Макинтош, такой глазок маленький с таким экраном, который был в прошлом, это совершенно разные вещи. Что произошло с бизнесом Apple? Он мутировал. Он основывался на таланте Steve Jobs'а продавать и Steve Vosnick'а делать хорошие гаджеты. Они это создали. Они стали брать за это деньги. И потом бизнес мутировал. Эта схема работает везде. Каждый бизнесмен так следовал. Сначала он был уверен, что в таланте, потом он стал брать за него деньги и потом его бизнес мутировал. Сегодня мы смотрим огромное количество успешных бизнесменов. Нас обучает, как он это открыл, как он это сделал. Но если вы внимательно вслушаете слова каждого из них, никто из них не знал, куда он идет. Бизнес мутировал по ходу. Я резюмирую сегодня. Чтобы открыть бизнес с нуля, не открывайте бизнес с нуля. Смысл бизнеса это зарабатывать деньги, а не нести риски. Риски нужно минимизировать. Обязательно помните о моделях бизнеса. Старая модель это войти в конкуренцию, где вы просто растворитесь, вас сожрут. Новая модель без каких-либо вложений. Открыть веб-сайт и начать зарабатываем деньги. Она тоже сейчас умирает, потому что конкурентов становится больше, больше и больше. И суперновая модель. Позвольте вашим клиентам себя использовать. Если вы это им отдадите, они будут вами пользоваться, вы будете бесценны для них. Тогда вы создадите реальную шумиху, и вы сможете заработать большое, большое количество денег. И последнее, пожалуй, помните три стадии. Три стадии открытия бизнеса. Мы хотим открыть бизнес с нуля, и он тут же будет успешным. Он не может быть успешным изначально, потому что проходят три стадии. Первая стадия уверена в своем таланте. Второе, вы берете за него деньги. И третья стадия длинная и мучительная мутация бизнеса. Если вы будете оставаться в бизнесе, вы будете думающим человеком с талантом и с вкусом в бизнесе, то он мутирует до очень прибыльного состояния. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.